И следующий пункт он о том, что посланник Аллаха просил у Всевышнего, чтобы Всевышний привил ему любовь, дал ему любовь к бедным и нуждающимся. То есть он молил Всевышнего об этом. В частности, передается, передают о том, что он молил Всевышнего так. О Аллах, поистине я тебя прошу возможность творить добро. Прошу у тебя того, чтобы я не совершал предосудительного, то есть не совершал греховного. И я прошу у тебя любви к бедным. То есть и на этом мы заостряем внимание. А коль ты пожелаешь к своим рабам искушения, то возьми мою душу неускушенной. То есть упаси меня от искушения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение от Всевышнего, он побуждал своих подвижников к тому, чтобы они любили бедных и нуждающихся. Побуждал их быть рядом с ними. То есть быть в близком общении, в тесном общении с ними. Что передает Абу-Гарр-Аль-Гифари? Он говорит, Мой близкий друг, имеет ввиду посланник Аллаха, в мире ему, велел мне семь. Дал мне семь заповедей. Он мне велел любить бедных. Он велел мне смотреть на тех, кто хуже меня положением. Имеется ввиду с точки зрения материального достатка. И не смотреть на тех, кто более в лучшем достатке. Почему? Это, кстати, очень важный принцип. Этический. Потому что, когда человек так делает, он обезопашивает свою душу. Извините за такие старославянские слова, но они есть. От чего? От возможной зависти. А зависть — это ядовитая стрела. Если она выскочила, она может либо вонзиться в того, в кого вы ее выпустили, либо же отзеркалиться и попасть в вас. И он мне велел соблюдать родственные связи. То есть, даже если родственники, с которыми вы хотите, ты хочешь соблюдать эту связь, отворачиваются от тебя. И он мне велел ни у кого ничего не просить. Это показатель высокой, глубокой веры человека. Чтобы он старался делать все сам и не просил людей ни о чем. И он мне велел говорить только правду. Даже если она горькая. И он мне велел не бояться, если я побуждаю кого-то, если ты побуждаешь кого-то относительно Всевышнего. Попрекающих людей. То есть, если человек говорит истину, призывает к истине, то не следует бояться общественного порицания. Это имеется в виду. И он мне велел, как можно чаще говорить слова, нет мощи и нет силы, кроме как у Аллаха. Ведь поистине они, эти слова, являются сокровищницей под троном, если так переводить буквально. И следующий пункт посланника Аллаха, помимо того, что он любил, побуждал любить, побуждал быть рядом с ними, с бедными, нуждающимися, он также всегда интересовался об их положении. Абу Мама Ибн Сагль что передает? Что некая, интересный случай, кстати, некая бедная женщина заболела. Посланнику Аллаха сообщили о том, что вот эта бедная женщина, то есть она заболела, что в тяжелом положении. А у пророка, то есть, это у него было, в общем, за норму, да, постоянно, то есть расспрашивать, бедные, нуждающиеся кто, постоянно навещать их и так далее. И он постоянно спрашивал. То есть эти люди всегда были в поле зрения его. И тогда посланник Аллаха в мире ему сказал, если она умрет от этой болезни, то обязательно сообщите мне. То есть он это сказал целенаправленно для чего? Для того, чтобы проводить ее в последний путь, так как говорят. То есть сделать джаназу за нее. Ну так получилось, что она умирает ночью. Ночью умирает. То есть, ну тогда света не было. То есть, я так понимаю, возможно, она уже после того, как стемнело, умерла, а не глубокой ночью. Потому что мы когда говорим ночь, имеем в виду глубокую ночь. из подвижники решили ее похоронить сразу. То есть решили похоронить и похоронили ее ночью. Они не как бы из... не стали беспокоить посланника Аллаха, потому что посчитали, может быть, он пошел спать и так далее, уставший. Чисто из этих соображений. То есть воздержались от этого. Когда наступило утро, то есть посланник Аллаху, мир ему, то есть ему сообщили о том, что вот так-так случилось. Она умерла, ее похоронили, джаназу прочитали. И он сказал, Алям Амурукум Анту Винунии Бига. Разве я вам не наказал, чтобы вы мне сообщили об этом? Они сказали, сподвижники, о посланник Аллаха, нам было неприятно то, чтобы мы тебя как бы побеспокоили, вывели тебя из дома ночью, разбудили и так далее. Что сделал посланник Аллаха? Посланник Аллах отправился к ее могиле. То есть сам встал, выстроил ряд за собой и совершил молитву за упокой души. Специально это сделал. Вообще это редкий случай. То есть, чтобы вы понимали, это называется салат-ул-гайб в данном случае, потому что джаназа читается только в присутствии еще непогребенного тела. То есть по канонам ислама, по исламу. А салат-ул-гайб это когда уже тела нету, то есть она похоронили его. Так он сделал в данном случае с этой женщиной, так он сделал что он в случае с Негусом, в объяснении которого умер. Принял ислам, христианский правитель, о котором мы говорили на худбе, на одной из худб. Теперь может стать вопрос, возникнуть вопрос, почему джаназа намаз ночью и так далее. Мы знаем, что джаназа намаз ночью не читается, и тому подобное. То есть на самом деле в этом вопросе ученые разногласят. Кто-то говорит, что нельзя, да, и ссылаются на определенные хадисы. Кто-то говорит, можно, но нежелательно. Кто-то говорит, можно, и нет нежелательности в этом. То есть разбежность среди исламских ученых в этом вопросе очень велика. И у каждого мнения среди исламских ученых есть на это долель, доказательство. Но, то есть сводный анализ, то есть именно сводный правовой анализ нам что дает? Он четко его сформулировал на самом деле имам Наукриим. Рахима Аллаху он сказал, что если, то есть суть сводится к чему? Суть сводится к тому, что если совершение джаназы не приводит к тому, что пострадают права умершего человека, то есть может испортиться его тело, да, то есть нет условий хранения, морга нет, например, нет возможности собрать нужное количество людей. например, я упоминаю, то есть чтобы вы понимали, потому что есть побуждение в сунне, чтобы три ряда было, чтобы как можно больше людей было и так далее, что в этом есть благо для умершего и тому подобные вещи. То есть если соблюдаются права умершего и не ущемляются, то это дозволено, нет проблем. Более того, относительно того, что это дозволено, имам ан-Навой упоминает о том, что состоялся иджма, единодушие исламских ученых. Ну, даже так пишет имам ан-Навой. Хотя имам Абн-Хазм говорит о том, что это категорически запрещено, чтобы вы понимали. Вот, ну, Аллаху Тааля Аля, что в этом нет ничего недозволенного, в особенности, если есть в этом необходимость. Он проявлял особую заботу к людям, бедным, нищим, нуждающимся. Вот, интересный случай с одним из подвижников, которого прозвали обладатель двух биджад. обладатель двух биджад. Но биджад это такой, ну, раньше вид ткани был, грубый, полосатый, но, видимо, очень дешевый. То есть, раньше как одевались? То есть, в ту эпоху, в то времена, мы сейчас говорим конкретно про арабов, то есть, два куска материи. Изар, то есть, верхняя и нижняя куска. То есть, они вот у него были эти два куска одежды, ветхие, дешевые, поэтому его прозвали обладатель этих двух биджад. Абдуллах ибн Масуд что говорит? Однажды я встал глубокой ночью. То есть, это еще второй долиль на то, что джаназу можно делать ночью. Он встал глубокой ночью. Я был вместе с посланником Аллаха. И они находились в битве при Табуке. То есть, это сражение, путь, битва и так далее. Ночь глубокая. И он говорит, я увидел, горит пламя, недалеко от военного лагеря. То есть, они разбили лагерь. Я последовал, чтобы посмотреть. И увидел, как посланник Аллаха, посланник Аллаха Абу Бакара и Омара. И увидел Абдуллаха, обладателя двух биджат, дуль биджадейн. Он умер. То есть, они его хоронили. Они вырвали для него могилу. Посланник Аллаха спустился в могилу. Абу Бакара и Омар, спускали тело, получается. А посланник Аллаха при этом говорил Адния Илейя Ахакума Спустите мне своего собрата. И когда посланник Аллаха расположил его тело в могиле, он сделал за него молитву. Помолился за него и сказал Аллахум инни Амсейту Радиян Ангу О, Аллах, я доволен им. Форда Ангу и ты будь доволен им. И тогда Абдуллах ибн Масуд сказал О, если бы я был обладателем этой могилы. То есть, он позавидовал. Вот, интересная такая история. Вообще, этот сподвижник был одним из тех, кто хотел принять ислам в племени, да, в своем, а его племя удерживало от этого. То есть, это нередкие случаи, кстати, были, когда не давали принимать ислам, наказывали и тому подобное. А он хотел принять ислам, почему его так прозвали, история отсюда идет. Получается, его племя изгнало. То есть, полностью выгнали его, сказали, хочешь принимать ислам, иди отсюда вообще. То есть, дали ему вот эту ткань единственную, которую он порвал на два куска и обернулся в них, ну и пришел к пророку. И так его отсюда и прозвали. То есть, вот такая история относительно этого сподвижника. Пророк совсем удовлетворял их потребности и нужды. Осма это уже интересная история. Дочь Абу-Бакра. Абу-Бакр ближайший соратник, друг, посланник Аллаха. Тот, который был богатым на самом деле человеком, чтобы мы знали и понимали. Тот, который жертвовал на пути Всевышнего, даже есть случаи, когда все пожертвовал, а Омар пришел пожертвовал только половину. Хотя он хотел сделать больше, нежели Абу-Бакр. Что говорит Осма, дочь Абу-Бакра? Она говорит, когда Зубе женился на мне, это, кстати, яркий пример того, как жена может быть парусом или якорем. Жена должна быть парусом, а не якорем. у него не было ничего. Обычно женщина требует, чтобы было то и это. Но вот она вышла за него замуж, у него не было ничего. Это она отдельно подчеркивает в этом сообщении и говорит, ни земли, ни имущества, ни раба. Тогда рабство было, имеются ввиду слуги. ничего-то такого зрелого. Была только одна лошадь. Была лошадь. И она говорит, эта лошадь досталась мне как бремя. То есть она говорит, то есть я кормила это его лошадь травой и поила его и эту лошадь водой. И она говорит, фалям якун минал хидмати шей ун ащад ду алейя мин сия сат и фар сик кун ту ах тащ лагу. И не было ничего сложнее для меня, то есть по заботам, по хлопотам имеется ввиду, уже семейным, более тяжелого, нежели уход за этой лошадью. То есть идти ее выпасть надо, там, я не знаю, еще что-то надо сделать. Затем пришел пророк, в общем, пришел пророк и получается, что он выделил слуг, или слугу Абу-Бакуру, а тот отправил слугу дочери своей. Вот такая дивная история. И Асма получила такое облегчение, что даже сказала То есть и когда появился этот слуга, который ухаживал за лошадью Ас-Зубейра, словно меня освободили из рабства. Дивная история. Посланник Аллаха интересовался об их нуждах и потребностях. То есть он расспрашивал. То есть сам инициировал это. Ходил и спрашивал. Был некий слуга у пророка и он спрашивал у него в чем ты нуждаешься. И вот постоянно спрашивал в чем ты нуждаешься. У тебя есть нужда, у тебя есть потребность. И вот однажды он сказал опять же об этом. А тот сказал о посланник у меня есть потребность. Он сказал в чем же твоя потребность. И этот слуга сказал моя потребность в том чтобы ты ходатайствовал за меня заступничал за меня день воскрешения. Мы знаем что это особенность которая даруется не всем. Заступничество посланник Аллаха в день воскрешения. Он говорит а кто тебе подсказал это? Пророк удивился этой просьбе и спросил а кто тебе надоумил на такую просьбу? Кто тебе подсказал это? Он говорит мой Господь Помоги мне Помоги если ты хочешь чтобы это случилось помоги мне в том чтобы ты совершал больше земных поклонов Пророк салву он давал возможность нуждающимся слугам тем кто работали были рядом просить что угодно даже если эти просьбы были какие-то колоссальные но это известный случай мы уже неоднократно приводили с рабьям который постоянно прислуживал посланник Аллаха настолько любил посланник Аллаха что оставался у его двери то есть и не уходил из как бы из тех побуждений что вдруг пророк что-то захочет вдруг он его позовет покличит было так что засыпал у двери мы уже два раза приводили эту историю я уже не буду полностью пересказывать вот и однажды он сказал пророк сказал ему о рабьям проси все что хочешь я тебе дам рабьям попросил отсрочку то есть о пророк дай мне времени я подумаю что попросить и он думал думал и пришел к выводу не буду я просить о мирском то есть зачем это же пророк и что он попросил он попросил чтобы он оказался рядом с пророком вместе в раю вот он о чем попросил и опять же пророк говорит а кто тебе то есть кто тебе подсказал такое никто пророк я просто подумал об этом и опять же пророк что ему сказал инни фааль то есть я буду молить Аллах об этом но фаинни аля нафсикер веке срати сучу но помоги мне в этом чем своей близостью ко Всевышнему тем что ты будешь больше совершать земных поклонов больше совершать поклонения пророк подчеркивал положение бедных нуждающихся выделял их положение специально это делал почему потому что то есть ну это ну натура наверное человеческая сущность человеческая да когда человек видит встречают же говорят по одежке типа оно в принципе и тогда работало как мы видим на этих примерах и сейчас работает и всегда надо будет работать то есть он это специально делал то есть пророк мир ему это делал ну некий человек идет представьте себе картину стоит пророк ставят сподвижники некий человек проходит где-то я так понимаю на расстоянии в солидном виде и он спрашивает у людей что вы скажете об этом человеке и они говорят мусульмане говорят сподвижники говорят один из этих как его знатных людей этот человек клянемся Аллахом он достоин того чтобы он будет свататься что ему отдадут девушку замуж если он будет ходатайствовать за кого-то ему ответят в его ходатайстве если он скажет то его будут слушать прислушиваться к его мнению затем пророк замолчал прошел некий бедный человек и он сказал а что вы скажете про этого человека и они сказали опять же мусульмане сказали этот человек бедняк то есть он надо то есть должно ему наверное коль он посватается чтобы ему не выдали не отдали за него замуж девушку коль он будет ходатайствовать чтобы не было принято его ходатайство а когда он что-то скажет чтобы не прислушивались особо к его словам на что посланник Аллаха сказал что он сказал на самом деле этот человек лучше чем вся вот эта земля то есть поднял статус положения этого человека это прав дел демонстративно чтобы ломать стереотипы ломать взгляды людей на вещи определенные ибн хаджар говорит о том что в этом хадисе есть указание на то что статус положения господина у человека почетного уважаемого обществе то есть с привязкой лишь к мирскому фактору то есть о том что у него все есть то есть оно не имеет ни к чему никаких никаких следствий и последствий привязка должна быть к фактору грядущей жизни еще один интересный случай абузар говорит однажды посланник аллаха мире ему сказал о абузар ты считаешь считаешь ли ты что богатство то есть наличие имущества в большом количестве так надо правильно перевести к сара тульман наличие имущество в большом количестве это и есть богатство вопрос пророка абузару абузар говорит да у посланника обратите внимание подвижник говорит да богатство это да пророк говорит ты считаешь что если мало имущество то это и есть бедность культу нам я расулюла абузар это величайший сподвижник на что пророк говорит на самом деле богатство это богатство сердца а бедность это бедность сердца пророк прививал это то есть делал такие прививки обратите внимание и личностно сподвижником и демонстративно публично то есть людям ногами специально воспитывал общество есть кстати говоря интересный на самом деле вопрос есть пирамида масло услышали на эту такую был некий такой масло у психолог примит придумал двадцатом веке пирамиду согласно которой все он вывел закономерности определенную что у человека должна быть там удовлетворена сначала его физиологические потребности потом у него потребность в любви принадлежности к чему-то я сначала в безопасности потом в любви потом в уважении потом в познании потом эстетические потребности должны быть удовлетворены и потом уже самоактуализация так называемую потребность самоактуализации то есть ну как бы там ни было то есть вот эта пирамида то о чем мы говорим нет противоречий на самом деле между пирамиды масло которая она рабочая мы видим да например со сподвижниками что даже люди тогда так мыслили то есть она работает да то есть вопрос другом вопрос том что сам масло говорил о том что 2 процента всего лишь людей приписывают такие слова и достигали самоактуализации то есть выше там выше точки в этой пирамиде вопрос в чем вопрос в том что если мы сейчас связываем контекста с тем о чем мы сейчас говорим то что вера иман что она делает она на самом деле помогает человеку человек он испытывается так или иначе то есть это это установление всевышнего на наблю ванна кум бишей и минал хауфи опять же да по этой пирамиде смотрите и не мы непременно вас испытаем всех вас всевышний мы непременно всех о люди вас испытаем чем обязательно чем-то минал хауф страхом отсутствие безопасности есть пирамиды есть джуа голодом минал хауфи вал джуаи во нақсым минал амваль тем что будет уменьшаться ваше имущество есть пирамиды есть вал анфус вал самарат и так далее обрадуй же тех кто проявляет терпение то есть так или иначе это будет но ты о человек ты должен сам актуализироваться ты должен стремиться к более высоким целям всегда должен стремиться к этим более высоким целям и вера помогает человеку некоторые вещи переосмыслять проявлять терпение к лишениям трудностям и так далее и все же несмотря на все трудности самоактуализироваться то есть вот в чем на самом деле фишка не знаю это я так субъективно думал над этим так вот возвращаясь к нашему хадису затем он спросил меня то есть он спрашивает о неком человеке из курешитов знаешь что такого я сказал да у посланника знаю и пророк спросил что ты скажешь о нем на что я сказал ему обязательно будет даровано то есть его как бы просьбу не оставит неотвечен не удовлетворенный уа-ида ухдара удхи то есть если кто-нибудь он куда-то придет его обязательно заведут затем он меня спросил о неком человеке из обладателей суффы это бедняки да которые жили под навесом переселенцы из мекки в медину первые переселенцы и он спросил знаешь ли ты такого культу лава марифу вирусу и абузарского нет посланников клянусь аллахом я его не знаю кальфа мы залею холи его я на тугу и на это и пророк все рассказывал о его качество его именно положительных качествах описывал его до тех пор пока его не узнал или не познал и тогда я сказал я его познал я его узнал у посланника влах и пророк спросил мирим и как ты что ты думаешь о нем это после всего что сказал пророк об этом человеке имеется ввиду хорошего позитивного и так далее абузар сказал это человек бедный бедный человек то есть из обладателей суффы то есть те кто жили под этим навесом на что пророк сказал хайерун мин таляй ларды то есть опять же ту же самую фразу только другими словами он лучше чем вся эта земля образ такой то есть опять же мы возвращаемся на на этот заголовок то есть он возвышал положение этих людей подчеркиваю высокий статус специально в глазах людей статус людей бедных и нуждающихся пророк с алсалем пытался всегда стремился к тому чтобы воодушевить людей бедных и нуждающихся приподнять им дух потому что человек который бедный нуждается он все равно постоянно пребывает забота хлопота обдулах нами намором на 1 говорит о том что посланник аллаха однажды сказал а знаете ли вы кто первым войдет в рай и створение в а кто первым пойдет в рай и створение в они сказали аллах его посланник знает лучше тогда он Он сказал, первым, кто войдет в рай из творения Аллаха, это бедные переселенцы, посредством которых охраняются границы. Имеется в виду в контексте вот тех событий. Потому что были мухадиры, переселенцы, которые лишились абсолютно всего имущества и участвовали постоянно в битвах, сражениях. То есть они на самом деле были защитниками. Посредством которых охраняются границы. Посредством которых, имеется в виду мусульманское сообщество, ограждено от трудностей. И кто-то из них умирает, и его потребность остается его тут на груди, и он не может удовлетворить эту потребность. И вот вам, пожалуйста, демонстративно, с точки зрения контекста того, о чем мы говорили. То есть по пирамиде Маслоу они умерли, покидают этот мир. Они самовыразились или нет. То есть нашли самореализацию. Достигли того, чего живут. Достигли. Не имея, не имея. Каждому то, к чему он стремится. И поэтому, что они войдут первыми в рай. И Аллах скажет всемогущим и великим. Тем, кому пожелают из своих ангелов. Придите и поприветствуйте этих людей. И ангелы скажут. Мы жители небес. Мы лучшие из твоих творений. Не из гордыни. Ангелы не могут ослушаться. У них нет права выбора из творений Всевышнего. Насколько мы знаем. Как мы знаем. А из стифан. Как это подчеркивают. Хадисоведы, толкователи. То есть, чтобы уточнить у Всевышнего. Ты нам велишь, чтобы мы пришли к этим людям. Поприветствовали их. И Всевышний скажет. Они, мои рабы, поклонялись мне, не предавая сотоварищей никого и ничего. Посредством них были защищены границы. И посредством них была мусульманская умма. Мусульманская умма была ограждена от трудностей, тяжестей. И один из них умирал в то время, как его потребность оставалась у груди. И он не мог его удовлетворить. И тогда пророк сказал. И придут к ним ангелы. И они войдут к ним из каждой двери. И скажут. Саламу на алейкум бима сабартум фани'а маукбаддар. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасно последнее обитель. Это уже аят из суры Каф. То есть, пророк салам зачитал этот аят из суры Каф. Саламу на алейкум бима сабартум фани'а маукбаддар. Саламу на алейкум бима сабартум фани'а маукбаддар. Каф. Продолжение следует.